Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чеи. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный завтрак. Такое блюдо можно подать и в качестве закуски, на праздничный стол, или просто побаловать себя, если вдруг захотелось, селедочки. Селедка у меня сегодня вот в таком виде. Это пресервы в масле, уже кусочками филе. И буду использовать хлеб. Хлеб у меня сегодня белый, пшеничный. Вы можете использовать черный хлеб. Это будет тоже очень вкусно. Ржаной хлебушек с селедкой всегда хорошо сочетался. Ну и небольшое количество сливочного масла. Добавим немножко плавленого сыра. И я думаю, что можно даже добавить немножечко моркови. У нас сегодня будет такая паста для тостов хрустящих, а сверху мы уже будем выкладывать непосредственно селедку. Так, ну я сразу включаю плиту и в сковородочке, в сухой, я обжарю два кусочка хлеба. Пока обжаривается хлеб, я возьму терку и на мелкой стороне натру немного свежей моркови. Кстати, здесь можно использовать отварную морковь, если вдруг у вас есть возможность, есть время отварить ее, вы можете это сделать. Ну а можно добавить свежую морковку, так тоже будет очень вкусно, так быстрее. Так, все, буквально чуть-чуть, я много не буду добавлять. Хлебушек пока подсушивается. Можно использовать тостер, да, он очень хороший помощник по утрам. Далее возьму тарелочку и начну со сливочного масла. Масло должно слегка подтаять, для того, чтобы его можно было размять вилочкой. Так, вот в пасту, да. Ну, желательно его заранее достать из холодильника. Сюда же я добавлю немножко плавленого сыра. Буквально чуть-чуть, я готовлю на два бутерброда. Все это смешиваем. Так. И сюда же я добавлю морковь. Ну вот, как получается. Перемешиваю. Обязательно все это чуть-чуть подсолю. И добавлю немножко черного перца. Сюда же можно добавить укроп. Почему нет? Все. Я думаю, что больше морковки добавлять не нужно, потому что у нас совсем немного хлеба. Порция небольшая. Ненужную морковь я убираю в сторонку. И как только хлебушек поджарится, мы уже будем выкладывать начинку. Хлебушек поджарился. Такой аппетитный, хрустящий хлеб. Убираю сковородку. И отправляю в пасту. Очень часто мы подаем селедку на сливочном масле или красную рыбу на сливочном масле. Такие привычные бутерброды. Здесь мы немножко разнообразили плавленым сыром и морковью. Необычный, вкусный. Получается вариант закуски или завтрака. Если вы любите начинать свой день с чего-то белкового, рыбного. Не обязательно готовить брускетту с лососем. Можно приготовить вкусную брускетку с селедочкой. Так, здесь готово. Беру очередную вилочку и выкладываю селедочку. Можете выбрать кусочки, которые самые красивые, покрасивее. Так, еще. И третий можно положить. Вы можете покупать селедку неразделанную, сделать это самостоятельно. Но это потребует, конечно, дополнительного времени. Хотя такая селедка самая вкусная. Так, я как любитель и специалист по селедкам могу вам точно сказать, что слабосоленая селедочка, которую вы покупаете, целиком не сравнится никогда с уже замаринованной в банке кем-то. Закуска готова. Буквально 5-7 минут нам потребовалось для ее приготовления. Пшеничный или ржаной хлеб можно использовать в данном рецепте. Сливочное масло, плавленый сыр, небольшое количество моркови, специи, которые вы любите. Можно использовать зелень, укроп. Ну и, конечно же, селедка. Отправляйтесь на кухню, повторяйте за мной. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня.